приветствую всех друзей и гостей моего канала с вами оля и сегодня я хочу поделиться схемой плетения разноцветных маков розовых желтых голубых белых ассоциация получившегося букета с воздушными шариками поэтому название урока воздушные шарики закрепленном комментарии вы можете посмотреть список использованных материалов не забываем подписываться если вы впервые на моем канале спасибо за комментарии и лайки приступаем не лепестков мака я буду использовать основной цвет в мастер-классе это розовый также у меня представлены голубые оттенки желтые и белые набираем бисер на проволоку я буду использовать диаметром 0 5 миллиметров серебряного цвета у меня все маки выполнены именно на серебряном цвете за исключением желтого мака здесь я брала желтую проволоку отсчитываем 4 бисерины они равняются где-то полу сантиметром 0 5 миллиметров скручиваем петлю и плетем простой лепесток с круглым верхом круглым низом 8 пар дуг а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оставляю более длинный конец проволоки Верхнюю часть тоже обрезаем Необходимо сплести 4 таких лепестка для одного мака Из ярко-желтого бисера и проволоки диаметром 0,4-0,3 мм Можно брать в тон желтого оттенка, либо серебристого Мы будем с вами плести тычинки Тычинки у меня выполнены на 1 метре проволоки И состоят из двух частей 15 иголочек более длинных Вот более длинных иголочек Преимущественно это иголочки около 2 см С вариацией высоты Для того, чтобы как-то это естественно смотрелось И 8 иголочек коротких Более коротких, около 1 см Высотой Тоже на 1-2 бисеринки меняйте высоту иголочек Выполнение иголочек очень простое Я вам покажу это на небольшом отрезке проволоки А вам, как я и сказала вначале Необходимо отрезать 100 см проволоки Для того, чтобы вам хватило Для того, чтобы вам хватило сплести Вот необходимое количество таких тычиночек 15 длинных, около 2 см каждая иголочка И 8 более коротких, около 1 см Итак, вы отрезаете проволоку 100 см И набираете на любой конец проволоки Около 2 см бисера Отступаете 1 бисерину И проходите обратно через весь бисер Формируем иголочку Конец проволоки оставляем не сильно большой Около, наверное, 8-7 см Затягиваем Вот такая иголочка получается Вновь набираем бисер И формируем необходимое количество иголочек У вас получится вот такая деталь Эту деталь необходимо будет собрать В два ряда Внутри будут располагаться более короткие иголочки Снаружи более длинные Удерживаем конец проволоки Который заканчивает ряд коротких иголочек И обвиваем вокруг него Под ним Более длинные иголочки Так, чтобы они вот здесь Скажем так, встретились Вот это первая короткая иголочка Вот это Самая последняя длинная иголочка Удерживаем их примерно на одном Участке В одном месте Теперь необходимо эти два ряда Объединить концом проволоки Снизу приподнимаем И располагаем между любыми иголочками Сначала Один конец проволоки И проводим прямо поверх Через вот это вот отверстие Выводим вниз И вторым концом проволоки Тоже крест-накрест постарайтесь это сделать Вот это отверстие С пересечением проволочки Будет впоследствии Перекрыто коробочкой Концы проволоки внизу Соедините Несколькими витками А иголочкам придайте Небольшой изгиб Загнув их к центру В направлении Будущей коробочки Мы тут ее тоже расположим Получается вот такой вот Игольчатый цветочек Чем больше тычинок Тем еще лучше У меня два ряда тычинок получилось Для изготовления коробочки Я использовала бисер И бусины Сочетающиеся между собой По цвету Это бусины кошачий рис Это бусины кошачий глаз Стекло в форме риса И прозрачный бисер С прокрасом Они очень похожи По цвету На проволоке диаметром 0,3-0,4 мм Я взяла зеленого цвета Потому что у меня бисер Вот такой вот Седовато-зеленоватый Набираем рисунок Будет перекрещенная петля Бусина рис Две бисерины Бусина рис Бусина рис Две бисерины Бусина рис То есть у нас получается Вот такой рисунок Всего понадобится Четыре бисеринки Четыре бусины Отступив от края проволоки Около 10 см Скручиваем петлю Из первого рисунка Из двух бусин И двух бисерин Наверху Располагаются две бисерины И плетем перекрещенную петлю Такую необычную Толстенькую Направляем вверх Проволоку Направляем проволоку С бусинами и бисером Наверх Располагаем ее Между двумя бисеринами И со второй стороны Со второй спинки Вот этой вот Второй петли У вас должна остаться Бисерина и бусина Располагаем их здесь Сейчас мы все это подтянем И коробочка станет И деталь станет Более похожей на коробочку Вот такая она получается По крайней мере Я старалась уйти От привычных коробочек В форме бусин Я такой использовала Оплетенных бусин В общем вот такую вот Детальку я придумала И соединяем Нашу коробочку И тычинки Проходим обоими Концами проволоки Через какое-нибудь Одно отверстие Между тычинок Подтягиваем Я перекручиваю плотно Так чтобы коробочка Плотно сидела Среди тычинок Получается такая Толстенькая тычинка Довольно таки по цвету Похожа на оригинал Потому что я ориентировалась На фотографии маков В которых светлые тычинки Светлые коробочки Они добывают разных цветов Изготовление коробочки Буду использовать Светлый бисер Салатовый прозрачный С прокрасом И проволоку Диаметром 0,4 мм Взяла серебряную Потому что бисер Очень светлый Оставляем Предварительно набираем Данный бисер На проволоку Оставляем на проволоке Отмеряем на проволоке 7 бисерин Оставляем их Для центральной оси Скручиваем петлю И плетем лепесток Состоящий из трех пар дук С острым верхом Острым низом При этом Необходимо лепесток Делать немного выпуклым Первую пару дук Плетем как обычно Если вам нравятся Округлые бутоны То делайте верх и низ Округленькими Я буду плести Именно острыми Так, первая пара дук Готова Плетем вторую пару дук При этом Оставляем бисера Чуть меньше Чем если бы Вы плели Простой лепесток Центральную ось Можно немного Вот здесь загнуть Проволоку От центральной оси И третью пару дук Также проволока От центральной оси Немного вниз смотрит Такая немного Выпуклая деталь получается Разрезаем петлю Разрезаем петлю Перемещаем рабочую проволоку С набранным бисером По более короткому проводу Оставляем здесь Такое расстояние Которое позволит вам Поместить три пары дук Набираем вновь 7 бисерин И плетем точно Такой же лепесток Такой же лепесток Придаем форму Первому лепестку Если он во время Плетения второго Был деформирован Обрезаю проволоку Разворачиваю лепестки Изнанкой друг к другу Немного подтягиваю Так чтобы они стали Вровень друг к другу И верхние концы проволоки Перекручиваю Соединяем Сильно не нажимайте Чтобы не деформировать бутон Отрезаем лишнее И вот этот конец И вот этот конец Загибаем внутрь Бутончик готов У меня бутоны были не на всех цветах А только на желтых И то частично Так, вот такой элемент у нас готов Теперь переходим к сборке Нитки Либо флор-лента Чем вы привыкли работать Лепестки Тычинка с коробочкой И два вида Бутон Сам бутон И два вида стержней Первый стержень Диаметром 1,4 мм Достаточно прочный На нем я буду собирать Мак И стержень потоньше Диаметром 1,1 мм Он у меня пока длинноватый Я отрежу сколько мне необходимо Для того, чтобы собрать бутон Бутон просто обматываем Листьев у меня нет в моих маках Поэтому, если вы захотите Собрать другую композицию А не такую, которую я вам предлагаю То плетите листья маков Я вам дам ссылочку на те маки Которые я плела год или два назад Может быть листья вам оттуда понравятся Вы сможете их использовать И для конкретно этих маков А так мы будем просто собирать с вами На голых стеблях Бутоны и сами цветки мака Обматываем произвольно бутон Простой обмоткой Оформила стебель с бутоном Обмотала произвольно на 11 см Саму длину стержня Еще пока не отрезала Потому что в последствии Делаю ее одинаковой Вместе с стеблем от мака Прежде чем собирать лепестки мака Придаем им форму Они у нас достаточно просто были сплетены Теперь верхнюю часть загибаем На их к изнанке На изнанку Вот так вот У вас должно получиться Вот так вот Вот так у вас должно получиться Внизу тоже загибаем И все концы проволоки Отгибаем Дополнительно В двух-трех лепестках Можно прямо во всех четырех Еще какой-нибудь изгиб сделайте При этом следите Чтобы дуги сильно не расходились Если расходятся При таких действиях То их поправляйте Я буду сразу работать Ниточками Если вам тяжело Собирать Сразу нитками К стержню То Возьмите Тоненькие ниточки И сначала Просто соберите цветок А потом уже Добавляйте к нему Стебель Располагаем Два лепестка Напротив друг друга И два В нижнем ряду То есть у нас получается Такой даже легкий квадратик Добавляем Серцевину Цветка Стержень Концы проволоки Вокруг стержня Вот так вот Не обвиваем У вас Степель будет так Гораздо ровнее Если вы станете Их располагать Параллельно Стержню Все концы проволоки Убедите, что они Более-менее на разной высоте У вас Располагаются Разную длину Имеют Если какой-то То у меня сейчас Видите, одинаковые Я немножко их укорочу Два И у меня будет Такая лесенка Из концов проволоки И просто обматываем Обмотала стебель Мака На 7 сантиметров Это произвольно Можно гораздо больше сделать И в этом месте Я буду добавлять бутон Бутону придаю изгиб Стеблю с бутоном Вообще, по сути, конечно Маки Они же поодиночке растут Бутоны Не должны тут на стебле Располагаться Вот так у меня будет выглядеть Этот конкретно Цветок И обматываем до конца И именно вот здесь Я хочу обрезать Этот длинный стержень Так, чтобы не было Какого-то перехода Особого И обматываем до конца В конце делаем фиксирующий узелок Обрабатываем клеем ПВА Для того, чтобы у вас узелок Крепко держался И так, я обмотала до конца Отрезаю ниточку Высота конкретно этого мака 22 сантиметра Я его изогнула Посмотрите Сам стебель цветка Изогнула И бутон По отношению к цветку Тоже изогнут Все расправляем Поправляем И у вас получается Вот такой маленький Миленький мак Естественно, можно делать Любой высоты Такие маки Если вы увеличите Размер лепестков У вас получится мак побольше То есть, это, скажем так Для вас основа У меня сплетено Розовых В моей композиции Будет использовано 5 розовых маков Вот так вот они Пушистенько смотрятся Очень нежно И, на мой взгляд, симпатично Только один цветок у меня Как вы видите С бутоном Из розовых 4 голубых мака Но у меня Не было большего Количества Такого голубого бисера Поэтому я сплела Из того, что было Вот один мак Даже у меня маленький получился Чуть меньше Тут, по-моему На одну Пару дуг Меньше в лепестках Чем у остальных маков 4 голубых мака Тоже очень хорошо смотрится И я подбирала бисер Таким образом Чтобы он Более-менее Был одинаков Используется у меня Прозрачный С прокрасом Здесь просто прозрачный Голубой Желтый Прозрачный Очень красивый Необычный Даже мне кажется Он какой-то Какой-то он Такой хранененький Вот у меня Сколько тут желтых 6 желтых И 4 кремового цвета Это не белые маки Ну как бы я Презентую вам Как белые Но на самом деле Это кремовый оттенок Бисера У меня не нашлось Подходящего качества Такого прозрачного Белого Поэтому я использовала Так называемый Жемчужный цвет Жемчужный Именно Качество Это Не прозрачный С белым блеском 4 таких мака Вот такая Огромная Огромная Куча цветов Букет Который из них Получается Тоже очень пышный Такие маки Интересно смотрятся И в вазе Высота композиции 24-25 см А за счет Использования Достаточно нежных Тонов бисера Эти цветы Можно брать В основу Свадебного букета Для меня же Эти маки Ассоциируются Именно с Воздушными шариками Надеюсь вам понравилась Моя такая Легкая И немного романтичная Идея оформления Привычных маков Желаю всем Хорошего настроения Творческих успехов И вдохновения С вами Плила Оля До новых встреч Друзья Если вы смотрите Этот мастер-класс В соцсетях Советую найти меня И мой канал Через любую поисковую систему Набрав мое имя Ольга Ковалева И вы попадете на канал Где и сможете Всегда вовремя Смотреть мои мастер-классы По созданию цветов из бисера Не забудьте подписаться На канал И нажать на колокольчик Уведомлений Смотреть мои мастер-классы Смотреть мои мастер-классы